Возможно ли христианская жизнь без причастия и исповеди? Как нам свидетельствуют совсем недавние времена в нашем Отечестве, когда при лютых гонениях людей лишали возможности исповедоваться, причащаться. Их забирали от семей, отправляли в лютые ссылки, держали в заточении в тюрьмах, всячески издевались над ними. И не могли себе позволить даже мечтать о исповеди и причастии тысячи наших гонимых за веру соотечественников. Их душа от этого перестала быть облагодатствованной Господом? Нет, они находились в исповедничестве, они молились пред Богом, они видели Его перед собою, они укреплялись Его духом и даже до смерти оставались верными Ему. Другой вопрос, если человек, считающий себя христианином, имея возможность участвовать в причащении святых христовых тайн, предваряемом исповедью, не желает этого делать. Такое нежелание обнаруживает настоящего язычника. Мы для того и крестимся, принимаем святое крещение, мы для того и живем на свете в единстве с Церковью, чтобы всегда приобщаться к божественному естеству, животворящим Христовым тайнам, без которых, по слову самого Господа, кто не будет есть мою плоть и пить мою кровь, тот жизни не имеет в себе. И если мы исповедуем Христа Богом, воплотившимся ради нашего спасения, то мы исповедуем и установленное им таинство причащения, совершаемое в Церкви, Духом Святым, приложение хлеба и вина, тело и кровь Господню. И нет для христианина большего блаженства и полноты бытия, и сознания своего единства с Господом, чем при причащении святых христовых тайн. Это таинство предусматривается как частое, и еще в постановлении святых апостолов в I веке от Рождества Христова Апостольский собор утвердил не реже раза в три недели каждому христианину бывать в общем евхаристическом собрании, участвуя в Таинстве Тела и Крови Господней. Кто пренебрегает этим призывом Божьим, тот сам себя, по указанию этого апостольского собора, сам себя отлучает от Божественной благодати, от единства с Господом. Мы призваны всякий воскресный день начинать участием в Божественной литургии, а для усердных и на всякий день в Седмице, в монастырях, в больших центральных соборах совершается Божественная литургия, потому, живя по-христиански, каясь в своих грехах, приуготавливаясь к причащению святых христовых тайн, поутру полным воздержанием от пищи и питья, накануне всякой умеренностью и молитвенным приуготовлением. Мы призваны, возможно, часто, как того просит наша душа, быть участниками Божественной Евхаристии. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok